Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Ирина Волкова. И сегодня у нас в гостях Наталья Юрьевна Тимофеева, министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики. Здравствуйте! Наталья Юрьевна, у нас сегодня очень серьезный и болезненный вопрос, болезненная тема. Ни для кого не секрет, что у Республики, в частности у Чебоксар, есть долги за передоресурсоснабжающими организациями. Вот хотела бы спросить составляющие этих долгов. Действительно, вы правильно сразу подметили, что на сегодняшний день ситуация по долгам за газ, например, она действительно существует. Об этом мы открыто говорим, и Михаил Васильевич всегда об этом открыто говорит. Ситуация такая, что по Республике в целом, со всеми штрафами и пенями, если говорить, действительно значительная сумма задолженности – 2,2 миллиарда. Но из них, акцентирую внимание, что порядка 70%, там, 1,7 миллиарда рублей – это задолженность ООО «Коммунальные технологии». То есть это не задолженность потребителей, не задолженность населения, не задолженность бюджетных организаций, садиков, школ и так далее. Это задолженность коммерческой организации. О, общество с ограниченной ответственностью. О, коммунальные технологии. То есть они, получается, собирали деньги с населения. и население платило исправно, все потребители. Но деньги где-то проседали, такой пробел образовался, и они не доходили до того же самого «Газпрома». И поэтому образовался дом. Образовался вот эта существенная задолженность перед ресурсно-снабжающими организациями «Газпромом», вот этой коммерческой организацией. И, к сожалению, она задолжала не только «Газпрома», но и задолжала, допустим, той же администрации города Чебокцары за аренду имущества. О чем всегда Михаил Васильевич на подведении итогов, когда он участвует на выездах в муниципальное образование, и спрашивает, и, к сожалению, у нас статистика в целом по муниципальным образованиям достаточно нормальная, но по городу Чебокцары всегда вызывало вопрос, у Михаила Васильевича всегда он задавал, если бы вы обращали внимание, почему у города Чебокцары такие большие долги по аренде. Ведь там тоже основной должник – коммунальные технологии, если посмотреть по договорам, которые заключены с коммунальными технологиями еще в 2007 году, когда без торгов от водоканала, тогда это тоже было еще, если в истории посмотреть, МУП «Водоканал» до преобразования, передали без торгов, повторяюсь, этому обществу с ограниченной ответственностью муниципальное имущество в аренду. И вот за аренду нужно было платить, но не платили, к сожалению, и долги накапливались. И вот после поручения неоднократных уже главы республики городом Чебокцары начались судебные тяжбы. Вот, допустим, в 2016 году возник иск о взыскании задолженности по арендной плате коммунальных технологий. За период 2015 года стали взыскивать задолженность. Задолженность стали взыскивать и возникли, конечно же, у нас, как у органа, который обеспечивает соответствующие же отношения по управлению республиканским имуществом, а почему же не пользуется город своим правом на расторжении договора с нерадивым платильщиком. После того, как мы еще и увидели, что и взыскание происходит за периоды предыдущих лет, потому что мы в рамках Гражданского кодекса по аналогии с республиканским имуществом взыскиваем в течение двух месяцев, но уж никак не двух лет. Два месяца, если просрочка идет, мы сразу же подаем претензию, иск и далее. И работаем с приставами, если невозможно взыскать в добровольном порядке по решению суда. То есть вот эта схема налажена. Действительно, здесь не только подлежит взысканию суммы задолженности, но еще расторгнут договор с данным неплатильщиком ООО «Коммунальные технологии». В апреле текущего года арбитражным судом Чувашской республики было действительно принято принципиальное решение, историческое решение о расторжении договора с коммунальными технологиями, которое позволило администрации города Чебоксара сегодня все-таки вернуть имущество муниципальное в распоряжении на праве хозяйственного ведения их муниципальному предприятию. То есть услуги, так скажем, социально значимые, ведь это подача тепла, это подача горячей воды, не просто там, да, социально значимый объект, а всему населению города Чебоксара сегодня осуществляет не общество с ограниченной ответственностью учредителей и собственников, которые, допустим, не проживают на территории даже республики, а наше муниципальное унитарное предприятие, город Чебоксара. Вот я считаю, это принципиально исторические решения, которые поддержал в том числе и апелляционные инстанции, когда эта жалоба коммунальных технологий рассматривалась на решение первой инстанции. Ну вот долг, он есть такой. Если вот так гипотетически размышлять, что бы можно было на него сделать? Что бы можно было на эти деньги в городе построить? Вот так, чтобы визуально можно было представить, насколько вот затянулась эта проблема. На этот вопрос, сразу же задав его в свое время, ответил сам Михаил Васильевич, когда спросил в администрации города, почему они сегодняшний день меры не предпринимают. Ведь на эти деньги можно было построить несколько садиков и несколько школ. Соответственно, почему же меры не предпринимаются? И в связи с этим глава и поручил правительству Чувашской Республики участвовать в этих мероприятиях и сопровождать администрацию города в этом деле, для того, чтобы обеспечить не просто принятие решений суда, ведь его же нужно еще и исполнить, еще его и нужно исполнить в те сроки, для того, чтобы наше население не почувствовало неудобства. То есть вот эта вся работа была проделана именно до подачи тепла. Ну вот как раз, да, до отопительного сезона, который, да. Акцентирую внимание на этом, потому что город Чебокцары, коммунальные технологии от республики, все комиссионно принимали участие в принятии крупных объектов. 109 объектов, котельных, все было принято, и не просто принято на бумаге, они были все осмотрены, приинспектированы, приинвентаризированы, как это требует имущество. Да, это ведь имущество здесь не просто движимое такое, да, это ведь серьезное, недвижимое имущество. И в установленном порядке обеспечили также регистрацию права хозведения, для того, чтобы МУПу в установленном порядке это имущество было предоставлено, опять-таки повторяюсь, в сроки, для того, чтобы население даже вот эту работу и не почувствовало. Сегодня действительно так, МУП уже подает тепло, горячую воду, это все обеспечена, эта работа на базе того имущества, которое раньше арендовало и не платило, как мы сегодня с вами говорили, коммунальные технологии. То есть, по сути, получается, что уже проблема решена. Да, проблема решена на сегодняшний день, проблема решена. Действительно, республикой здесь много было сделано совместно с городом, и мне хочется подчеркнуть, что вот это совместное участие. Здесь никогда не нужно нас делить, мы единая команда, Михаила Васильевича Игнатьева, команда президента страны, которая всегда говорит в единстве наша сила, вместе жить, вместе строить. Эти слова, они простые слова, это действительно слова, которые говорят не просто о том, что мы сегодня собрались поговорить, а о факте, о тех результатах, которые мы говорим, потому что в процессе работы нам даже некогда было и говорить о том, что мы делаем. Сегодня мы можем себе позволить говорить об этом, потому что уже результат достигнут. И результат этой работы действительно виден. Анталья Юрьевна, спасибо за содержательный разговор. А я напомню, что сегодня в гостях у нас была Анталья Юрьевна Тимофеева, министр юстиции и имущественных отношений Чувашской республики. Увидимся на национальном телевидении Чувашии.